Да шо это такое? Третий ролик подряд по этим вашим сталкерам. Ты шо там вообще с головой не дружишь? Да, это время было не самое простое для меня. Сначала стей аут, потом вил ту лайф. И к чему мы пришли? К аномальной зоне, которая среди них всех выглядит слишком уж бедной. И это еще мягко сказано. Так как игра давно уже погибла. Но все-таки пару человек в онлайне можно найти. Кто ты такой, герой? Много вырасскать не смогу, потому что аномальная зона это аномальная ошибка в мире сталкеров. Хотел бы сказать чутка по-другому, но ютуб будет ругаться, если в самом начале будет так выражаться. К тому же играл еще и соло. А это усложняет задачу в более чем тысячу раз. Не с кем порофлить, я просто сидел на серьезных щах и ловил в лицо каждый гребаный баг. У кого есть опыт в этой игре, можете поделиться им в комментариях. Я думаю будет не только мне одному интересно почитать, что было с ней раньше и почему в нее играли. Так как информацию найти по аномальной зоне в наше время практически нереально. В общем, с представлением закончили, погнали к ролику. Когда я начну ругать или может быть, может быть, хвалить игру, бля, ну просто представьте. Я буду говорить за всю игру в общем. Комьюнити сюда не приплетайте, потому что любая игра, даже такая как аномальная зона, может быть неплохой. Кхм, тогда заебись комьюнити, есть с кем поиграть. А мы же будем смотреть именно на то, что сделали своими ручками наши любимые разработчики. Миссии, локации, пве и так далее. На официальном сайте игры можно предложить свою идею разрабам, и они могут как одобрить, так и отвергнуть. Сейчас уже все на это болт положили, потому что играют две коллеги, три чумы. Но раньше, судя по количеству созданных тем с предложениями, это пользовалось спросом. У каждого сталкера на сайте есть свой профиль, можно кидать какие-то плюсики, хьюсики и видимо что-то получать. Я сразу вспомнил 2010-й, когда подобные темы были сплошь и рядом. Под конец установки ошибка, и пришлось закрывать установщик через диспетчер задач. Первый запуск игры тоже не увенчался успехом, сразу вылет. К тому же, игра любит запускаться именно со второго раза. Игра начинается с создания персонажа. Прошу заметить, в отличие от Stay Out, тут можно выбрать персонажа и женского пола. Правда, сама игра определяет её как мужчину. Тут разрабы решили схалтурить. В той же Will to Life тебе будут обращаться как и надо, по признакам пола. Ой бля, простите, мы же живём в 21 веке. Как я посмёл сказать, что существует только два вида особей. О боже, может кто-то из вас ощущает себя белкой или собакой. Ладно, проехали. У меня же башня едет после написания текста для трёх игр в одном жанре. Жанр, который я не люблю. К тому же, все эти три проекта, ну, мягко сказано, такое себе. Такими играми можно пытать людей в психбольнице. Хотя я слышал, что все эти разрабы с одной клиники выписались ещё в 2010. Тут оно и пошло-поехало. Stalker Online. В сюжетном плане она будет лучшая из них. Линейное и плавное повествование. Никто тебя не торопит. Есть какой-то выбор в начале грамотное обучение. Как бы ни писульки тебе на экран отправляют, как в аномальной зоне. Боже, это такой бред. А проводник обучает начальному крафту, как кушать, пить, курить. Чуть позже охота, поиск артефактов и так далее. В 2019 году вышел в раннем доступе в стиме. И по сей день оттуда не влазит. Да и навряд ли вылезет. Ну и вилл ту лайф. Графически самая красивая из трёх братьев. И по атмосфере не подкачала. Правда, сюжет отсутствует. Банальная хуетень. Зато гринда тоннами. Кто играл в стей аут, локации вам будут прекрасно знакомы. Абсолютно одинаковые. Ну, практически. Чуть позже расскажу. Но вот в аномальной зоне, мне показалось, что атмосфера слегка лучше выражена. Графикой, конечно, времён GTA San Andreas. Но звук дождя, пасмурная погода, мрачные улицы. Погружают в их аналии. Аномальный мир. Первым делом я ознакомился с интерфейсом. Явное сходство братьев. Такой же мелкий шрифт. Кто-то мне писал в комментах под роликом по стей аут, что всё это добро можно увеличить. Не знаю, правда или нет, но в настройках я не нашёл. Может в глаза долблюсь, но после этих игр мне простительно. Задание – это отдельная тема для дискуссий. Так как понять, куда бежать в 80% не ясно. Иногда появляется на карте спавн мобов. Но чаще всего нет. Искать Митьку нужно просто бегав по локации. А кабаны, где их чёрт побери носит? Для тех, кто хочет быстро прокачаться, это не подходит. Кому отнести шмотки после выполнения квеста – не ясно. Да, пишут имя квестодателя. Но это не отменяет его факта, что квесты, которые можно взять, подсвечены. А которые сдать – нет. Нужно в любом случае, пока новичок, открывать карту и искать имя. В аномальной зоне есть фракции. С ними нужно улучшать отношения. Для этого просто берём квест и выполняем его. Есть задания на время, как старые добрые. Все они однотипные. Кого-то убить, поохотиться. Ну или ещё раз кого-то убить. Скажу честно, изначально в моей голове был следующий план. Наиграть часиков 10-15 и сделать более-менее первый взгляд. Расскать за оружие, локации, сколько их и так далее. Но после обильного количества дерьмеца в моё лицо, я не смог с собой ничего поделать, кроме как похейтить игру. Расскать только об её минусах, так как эти минусы, последующие каждые 10 минут, будут встречаться на каждом углу. Я серьёзно говорю, без преувеличений. Всё, что я буду перечислять далее, это в течение двух часов выполнения заданий. Остальные часы я просто читал в диалоге. Текст с диалоговым окном, не как мы привыкли, сверху вниз, а снизу вверх. Разрабы хоть школу закончили, или где они учились. Но лично у меня так и не получилось, привыкнуть к такому замыслу аномальной зоны. По какой-то причине высокий пинг, хотя я играю на российских серверах. Из-за этого... Кхм-кхм. Ну вы сами видите, как дрючит анимация. Хотя, скорее всего, проблема даже не в пинге, так как 60 это вполне играбельно. Я в CSGO на таком только так шпехаю. Вы думаете на этом всё? Как бы не так. Подъём по лестнице это отдельный вид искусства. А как вам баг, где нельзя лутаться? Только после того, как меня нокнули, появилась такая возможность. Неоптимизированный кусок дерьма. Для графики Sims 2 или GTA San Andreas. А ведь и правда, волосы, лица родом из 2005-06. Спасибо разработчики за приятную ностальгию. Мне этого так не хватало. Так вот. Фризы происходят постоянно. Шаг влево, шаг вправо, хоп, микролаг. Как убрать ограничение в 72 фпс? На стройках игры этого нет. А фризы, скорее всего, из-за этого и происходит. Когда стоит ограничение по кадрам. Но типа другого объяснения у меня нет. Все мы привыкли в сурвайвл-шутерах с помощью клавиши Alt осматриваться. Но разработчики решили превзойти это. Помимо того, что мы можем просто смотреть себе за спину. Также делаем резкий разворот на 180. Прям как в армию учили. Молодец. Ломается игра при двойном нажатии на W. В аномальной зоне за это отвечает автобег. Но что-то крашится и наша барышня бегает без перерыва. Как ее остановить, я не знаю. Помогает лишь клавиша F1, которая вызывает окошко с информацией. Из-за того, что отсутствует прицел без оружия или указатель, правильно навестись, чтобы пообщаться с NPC не всегда получается. То есть ты подходишь и начинаешь рядом с ним крутиться, как по треморам. Что-то раскаять за оружие, ну, я не знаю, как это сделать. Игра не такая уж и старая. А стрельба в точности, как GTA San Andreas. Даже звук с калаша такой же. К тому же, это не так уместно, что нам дают на первом же уровне калаш. Обычно ты фармишь, выполняешь задания годами, и только потом получаешь его как ценный приз, который ты заслужил. И передаешь свой аккаунт детям, как наследие от отца. Нет анимации и перезарядки оружия. Ну, типа она есть, но даже обойма не вытаскивается. Нет анимации подбора предметов. Просто подошел к чемодану и... все. Экипировка оружия, ну, вы сами видите. Возможно, это все даёб. Но для проекта 2014 года это очень странно. Хотя некоторые источники говорят, что она вышла в 2011. В стиме релизнулась аж в 2019. Поэтому игра цветет и пахнет. Подбор предметов иногда багует. Есть клавиша подобрать все предметы, по дефолту на Z. Но она все равно не работает. То есть нет автоподбора. Нужно вручную клацать. Для жанра, связанного с гриндом, это очень хреново. Со звуками явная проблема. В особенности лайпсины. По ощущениям, что навод стоит рядом с тобой. По факту аж за домом. Да и сам звук издает не собака. А просто накинули звук на экспавн и типа вот. Мы такие молодцы и справились с задачей. За музыкальное сопровождение я лучше промолчу. Субтитры сделал DimaTorzok. Чтоб надеть одежду, нужно навык одежды. Чтоб посрать, нужно навык посрать. Чтоб поесть, нужен навык поесть. Хе-хе. Прям как в реале. Каждый час, проведенный в этой игре, это как… Замкнутый круг. Неизбежность. Страх. Гниение. Унижение. Саморазрушение. Проклятая душа. И наконец-то, мертвый внутри. Да, согласен, после такой анальной, при этом показательной порки, нужно обращаться ко всем всевозможным, и не только психологическим помощям. Чтоб я вернулся когда-то назад в эти проклятые земли? Нет. Этому не бывает даже за миллион гривень. А за коллаж сотню патрончиков можем договориться. Выносливость работает в точности, как и в стай аут. Ну типа ты же нажал shift? Плевать, что скорость передвижения никак не изменилась. Главное, что устаешь. Боже, прыжки это что-то нечто. К тому же, та же выносливость тратится, ну, чересчур быстро. Игра и так не очень красивая, не очень приятный геймплей. Да тут все сплошной пиздос. Так еще нельзя быстро скипнуть все эти помоечные места, созданные кривыми ручками разработчиков. Локация, по крайней мере начальная, она вообще не дружелюбная с новичками. Настолько все неясно и бессмысленно сделано. Хотя локи со стей аут одни и те же по факту, но нихуя это не так. В стей аут я как-то сразу разобрался куда бежать, как пробраться туда или сюда. Сделано руками людьми. В аномальной зоне не, дядька, поеби себе мозг. Мы поставим тут заборчик, а давай еще и тут, и там, и сям, и вообще ты бабки закинул в нашу игру. Нет? Тогда иди нахуй. Не, для такой игры я еще слишком молод. Для нее требуется полный контроль над своим телом и разумом. Только сверхлюди, познавшие дзен в полной мере, а также IQ выше 200, могут проникнуться аномальной зоной. Для нас, обычных смертных, это что-то вроде лимбу. Вечного небытия с анальной карой.